Приветствую всех, кто смотрит нас и интересуется спортивной жизнью Пинска. Возвращение к одной из спортивных традиций Пинска – легкоатлетическим забегам по улицам города. 1 октября вновь были организованы подобные старты, приуроченные к 925-летию Пинска и году исторической памяти. После сознатцев скорости вышли пинчане и гости нашего города. Инициативу провести легкоатлетические соревнования под названием «Забег над Пиной» проявили любители беговой дисциплины, активно популяризирующие ее представители спортивного сообщества «Run for Fun». Они уже не первый раз устраивают такое спортивное мероприятие в нашем городе. Очередное предложение организовать старты в Пинске в отделе по спорту и туризму Горисполкома охотно поддержали, оказали содействие в их проведении. Разные дистанции были. Дети бегали на 100 метров, 600 километров, взрослые 5 тысяч метров, 5 километров и 10 километров. Было заявок более 100 человек, заявилось. Между тем были и пинчане, и с разных городов приезжали. Из Минска, из Могилева приезжали. То есть, скажем, география была немаленькая. А ведь легкоатлетические забеги и эстафеты – это очень давняя традиция Пинска. И ее история насчитывает десятки лет. Маршрут, который когда-то преодолевали участники мини-марафонов по улицам города, отличался от нынешнего. Например, по сложности его проведения, вспоминает ветеран-физкультурник Иван Кухацковолец. Эстафета проводилась с площади Ленина, по Полесской, к вокзалу железнодорожному. Здесь, вокруг рынка, вот, выбегали на мост, через мост пробегали, проносили эстафету. Спускались с моста к речке и на шлюпках переправлялись через пину. Дальше эстафета была к стадиону «Волна» и по улице Островского. Вот, ныне Иркутско-Пенск. Да, так точно. И по улице Ленина, финиш, на площади Ленина была. Такая эстафета. Давно уже не проводились. Когда-то, пару лет назад, тоже проводили. Потом от того, что была пандемия, к сожалению, возможностей не было. На сегодняшний день совместными усилиями с любителями мы это возобновили. Я убежден, что это не последний раз, потому что маршрут интереснейший. Начинался с пешеходки. Историческая часть города Пинска. Он пролегал и через парк, и через спортивные объекты. Возвращались они, так скажем, к финишу по нашей набережной. Медали, кубки, ценные подарки и денежные призы ждали лучших бегунов. Самый изнурительный и сложный этап – 10-километровый. Быстрее всех преодолел пинский спасатель Александр Клитаница. Признался, что впервые вышел покорить такую дистанцию в данном забеге. И у него получилось. А другие участники спортивного мероприятия зарядились позитивом, если не от победы, то от участия. Хочется отметить, так скажем, и волонтеров БРСМ, которые помогали в организации этого и ГАИ, и медицину, которые отозвались. Далее тот же «Золотой колос» предоставил и чай, и булочки. Савушкин продукт предоставил свою продукцию. То есть все остались, были не безучастны от этого забега. Успех на воде! Сборная Пинска с дюшор номер один по плаванию участвует в областном турнире «Старт и надежд» в городе Береза и возвращается оттуда с наградами. На пьедестал по счету всходили наши плавчихи Ксения Шила, ученица Сергея Кочановского, Тимофей Байчук, его тренер Татьяна Прибыщук, Полина Войтович и Каролина Сечко. Обе готовились под руководством Дмитрия Гончара. И еще одно первое место на дистанции 50 метров вольным стилем добыл своей команде Владислав Лемешевский. Он также ученик Кочановского. Вдобавок отличилась Ксения Семидилко. На ее счету сразу два первых места на дистанции 50 метров вольным стилем и 100-метровки комплексным плаванием. Отделение по плаванию Пинска с дюшор номер один отметилось еще одним отличным достижением. Накануне пришла информация, что его деятельность за 2021 год, а главное наличие победных результатов, принесли этому спортивному подразделению победу в смотре-конкурсе и звание «Лучшее отделение по плаванию Брестской области». Вдобавок к нему прилагался денежный приз в размере 43 базовых величин, которые администрация с дюшор планирует потратить на улучшение материальной базы учреждения. Невезение и удача на льду пинские ястребы прерывают победную серию матчей в поединке с Ю-18. Соперник с отрывом всего в одну шайбу переигрывает нашу команду, но она не сдается. До этой встречи у ястребов все складывалось весьма удачно. Были проведены 8 игр, и все они заканчивались викторией пинских хоккеистов. Яркими и зрелищными запомнились два недавних матча с минскими зубрами, которых наша команда к немалой радости своих фанатов громила с крупным счетом 7-1 и 8-3. Точными ударами по воротам соперника отличился целый ряд хоккеистов. Это Виталий Антонович, Ярослав Смычков, Денис Белоусов, Иван Лапин, наш лучший бомбардир Никита Веренич и другие спортсмены. Их успех в виде 82 заброшенных шайб в 8 играх привел пинских ястребов к лидерству в турнирной таблице. По совпадению, юниорская сборная Ю-18 имела на тот момент схожую статистику. Также провела 8 игр и не допустила ни одного поражения в них. С самым серьезным настроем пинчане шли в поединок с юниорами на Чижовке-арене в Минске. Знали, что у соперников есть хорошие игроки, и что они много забивают и мало пропускают. Своё мастерство противник ястребов демонстрирует уже в первом периоде. Забрасывает две шайбы и не позволяет это сделать нашим хоккеистам. Отчасти положение спасает Виталий Антонович, который за матч успел отметиться тремя голами. Ещё один раз забить удается Денису Белоусову со своими ассистентами Никитой Вереничем и Виталием Антоновичем. Но, увы, к финальному свистку судьи пинчане не успевают ни вырваться вперед хоть на одну шайбу, ни свести счет к ничьей. Нужен был срочный реванш, и он состоялся. Там же, в Минске, на следующий день ястребы проводят второй матч с Ю-18. На этот раз удача была за нами. Чему поспособствовала то ли работа над своими ошибками, то ли нужное напутствие на игру. Главного тренера пинчан Алексея Вербицкого. Наша команда вырывается вперед по голам сразу на три шайбы. Бились за победу отчаянно, даже оставаясь на льду в меньшинстве. Михей Новик, Денис Белоусов выводят команду вперед уже в первом периоде. Во втором начатое дело продолжает Виталий Антонович, автор третьей шайбы. И победную точку в поединке ставят наши мастера по забиванию голов Никита Веренич и Иван Лапин. 2-5. Поздравляем пинских ястребов с очередным успехом. Смена позиций в турнирной таблице. Волна проводит матчи с Барановичами и поднимается на строку выше четвертое место в рейтинге. Ликование трибун с болельщиками подопечным Сергея Ясковича удается добиться дважды. Первый раз это делает Денис Ковалевич, которому доверили исполнить штрафной. После этого гости пинчан долго держали оборону своих ворот и не позволяли себе забить ни до перерыва, ни после старта второй части встречи. И все же игроки Волны находят слабое место в защите Барановичей. Станиславу Лицкоу удается удачно отпасовать Илье Сеню, к слову, самому удачливому бомбардиру нашей команды. В настоящее время с активом в 9 забитых мячей и тот не промахивается. Больше до окончания матча никто из соперников не потревожил сетку ворот друг друга. Сейчас Волна готовится попытать удачи в предстоящем поединке с одним из лидеров турнира, Петриковским Шахтером, от которого наша команда отстает на 10 очков. Матч намечен на 9 октября и его болельщики пинских футболистов могут увидеть на домашнем поле. Крепкий орешек для Стенлиса. Участники второй лиги отправляются на встречу с Велесом, но переиграть его не удается. Исход первой части игры вселил надежду на то, что такое может случиться, когда стенлисовцы, на поле они в черной форме, повели в счете. Наши футболисты всего раз пропускают, но заколачивают три мяча. Вот так был оформлен первый из них. А это уже удача благоволит Кириллу Чепкому в ходе быстрого прорыва к воротам соперника. После этого Стенлис пропускает в ситуации, где голкипер Пинчан Анатолий Тупилов был бессилен что-либо предпринять 2-1. И третий гол зрелищно влетает в сетку оппонента пинской команды до ее ухода в раздевалку. Во второй части встречи Фортуна поворачивается от наших игроков в сторону соперника. Тот не упускает шанс забить дважды. И это при определенном доминировании нашей команды на поле и эффектном владении мячом, но не умении доигрывать голевые моменты до конца. Что ж, ждем Велес с ответным матчем. Он пройдет в Пинске на этой неделе. И наверняка с максимальной поддержкой болельщиков Стенлиса, которых у наших футболистов немало. Пожелаем им удачи, а я прощаюсь с вами. До встречи через неделю.